Привет, ребята! Я решила сделать отдельный ролик о том, как говорить более таким старушачьим голосом, ну или в моём варианте, как у меня разговаривает Дамбелдор, да боже мой, ух, мальчик мой! В общем, когда мы говорим именно старушачьим голосом, да, я уже говорила об этом, показывала в предыдущем своём ролике, для того, чтобы говорить более высоким голосом, да, потому что они говорятся... Ну, мои старушачьи голоса, они больше говорятся более высоким голосом, и да, это скорее даже больше бабушкин голос, чем дедушкин, но вот мой Дамбелдор такой, специфический товарищ. Так вот, мы помним вот это вот, вот эту вот непонятную, короче, упражненницу, когда мы с низкого голоса, да, и вот где-то вот на такой вот большокой ноте мы с вами разговариваем. Мы с вами разговариваем, и когда мы с вами разговариваем, голос где-то у нас фокусируется больше в нос, наверное, даже. Ну, не совсем в нос, но вот как-то вот сюда вот, совсем близко. То есть он не совсем у нас вот такой вот, да, не такой вот у нас голос, а вот какой-то вот такой вот у нас голос. Он немножко напоминает детский, но мы немножечко, знаете, за счёт таких вот специфических интонаций. И вот ещё вот наша нижняя челюсть, да, чтобы было более понятно, когда мы говорим более высоким голосом, наша нижняя челюсть, она приподнимается. И то есть расстояние между вот этим вот, чтобы легче вам было разговаривать, тогда вы совсем вот прижимаете, можно сказать, вашу нижнюю челюсть к вашей верхней челюсти, оставляя небольшой просвет. И вам как-то так легче будет это делать. Можете ещё вот так вот немножечко выпить какую-то вот губу сюда, да, для того, чтобы вот таким вот голосом разговаривать. Это абсолютно не, как не повредит вам, но вам как-то будет более легче. То есть немножечко одну челюсть чуть-чуть в сторону, наверное, и вот тогда вот вам будет совсем легко разговаривать. Это уже не Дамблдер, но это вообще такой вот более старческий голос. И добавляя какой-нибудь такой вот, знаете, характерности нашему Дамблдеру, да, Вот когда мы просто вот так вот разговариваем, выдобавляем вот каких-то вот таких вот нот. То есть выж немножечко вот, 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 немножечко так вот делаем. И вот такие вот. Ну, не сказать, что это совсем прям ребачок какой-то. Но, сейчас. Можно его немножечко добавить ему какую-то вот такую вот... Ну, это даже не совсем хрипотца, да, но вот такой вот какой-то мальчик, Таких вот больших интонаций, и вот, вот как-то вот так вот. И вот как-то вот немножечко, знаете, вот, вот, вот так вот. В общем, вот я остановлюсь не совсем вот, знаете, Эх, я дышу полной груди, а вот как-то, а вот, ну вот как-то вот так вот. Вот, я не знаю, насколько это было для вас полезное видео. Ну, вот как-то вот так вот мы с вами вот поговорили, И вот на этом вот замечательной нотке, мальчики мои и девочки мои, Мы, пожалуй, и закончим. Ну, естественно, если мы говорим о персонаже, То больше всего помогает еще образ, И вот просто, знаете, персональная какая-то вот харизма. И, да, вот какие-то вот такие вот движения свои иногда помогают и прочее. Ну, и да, тот жуткий парик с белой бородой тоже очень-очень способствует, Потому что мы якобы понимаем, что это ламбулдер, Чего, как бы, что, ну да ладно. И вот. Это было и все видео. Если вам было интересно, то поставьте лайк, Можете подписаться на канал для больших роликов по голосовой, наверное. Техники я не знаю. По-моему, эти ролики будут не полезны ни для кому, Кроме любителей моих косплеев и моих голосов. Но вот, тем не менее, у нас теперь есть еще один ролик, О том, как говорить более старушайчим голосом. Вот. Пускай вас не покидает вдохновение, как всегда. Удачи вам, успехов в ваших озвучках, косплеях. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok